И чтобы сделать такой косметический тюбик, добавляем вначале Circle, слегка чуть-чуть убавим количество вершин, Fill Type, тип заполнения Triangle Fan и переходим в режим редактирования. Для начала вытягиваем по оси Z наш круг. Для этого нажимаем клавиши E, Extrude, экструдируем и просто тянем вверх. Он у нас четко будет тянуться по оси Z. И добавляем с помощью клавиш Ctrl-R два ребра. Ctrl-R, одно ребро, Enter, закрепляем его здесь, еще раз Enter нажимаем и еще раз нажимаем Ctrl-R. И два раза Enter. Теперь при выделенном последнем ребре нажимаем Ctrl-R и чуть-чуть мышкой оттягиваем в сторону. Ну и у нас получается такой Bevel, да? Но по факту это получается у нас создается двойное ребро. Нажимаем Enter, закрепляем и сейчас у нас здесь выделен режим выделения вершин. Включаем режим выделения фейсов. Оставляем эту полоску выделенной. Зажимаем Shift и вытягиваем, выделяем еще четыре вот этих фейса. И теперь с помощью клавиш E и S немножко вдавливаем их внутрь. Последовательно, не одновременно, а последовательно нажимаем клавиши E и S экструдировать и масштабировать вовнутрь. Вот так вот немного, слегка чуть-чуть их вдавливаем. Выделяем все вот эти вот фейсы. Нажимаем клавишу E, INSET или точнее говоря вдавливание. И процентов так на 20 вдавливаем в середину нашего круга. Вид сбоку. Оставляем выделенными эти фейсы. Клавиша E и чуть-чуть, буквально чуть-чуть экструдируем наверх. Клавиша Enter, закрепляем. Клавиша S, экструдируем чуть шире того диаметра, который у нас изначально был. Сейчас мы уже можем видеть, что у нас начинает получаться. Это колпачок нашего тюбика. И сейчас мы будем вытягивать основное тело нашего тюбика. Нажимаем клавишу E и вытягиваем настолько, насколько он нам покажется в принципе приемлемым. Клавиша S, масштабируем, Scale делаем немножко пошире. Немножко, не прям слишком сильно. Теперь вид сверху и по оси X масштабируем и сужаем. S, Scale и X. Последовательно нажимаем две клавиши и сжимаем вверх нашего тюбика. Прям, не стесняемся, полностью в плоскость его сдавливаем. Левой кнопкой мыши закрепляем результат. Смотрим, что у нас получилось. Сейчас нам нужно еще вытянуть место склейки дна нашего тюбика. У нас выделены вот эти фейсы. Продолжая быть выделенными, какими бы микроскопическими они у нас не были. И экстудируем E вверх. Это вновь будет место склейки нашего тюбика. Переходим в объектный режим. Вот что уже мы понаделали. Правая кнопка мыши Shade Smooth. Сглаживание. Так. И давайте еще последний штрих для нашего тюбика. Это добавим, если мы помним, такая гармошка на месте склейки нашего тюбика. Для этого мы добавим в нашу сцену куб. Клавиши G. Двигаем его сюда. Клавиши S. Масштабируем. Уменьшаем. Так. Сейчас. Поближе сделаем. Клавиши S еще уменьшаем. С масштабируем по оси Z. Вытягиваем. Сбоку посмотрим, чтобы быть точными. S. Чуть-чуть поднимем. Еще уменьшим. Чуть-чуть. Enter. и еще сожмем по оси X. Чтобы потоньше было. У нас прям довольно жирная гармошка. Такая толстая получается. вот так. Теперь. Клавиша G по оси Y. Двигаем. Слегка. Вот так чуть-чуть. Переподнимем. Enter. И накинем модификатор. Array. Так. Это у нас по оси Y. Если мы видим, что нам нужно по оси Y увеличить число и зазор между ними. Число у нас два, но нам нужно вот так их немножко разлепить. И число делаем 34. Enter. Маловато. Добавляем еще. Вот в принципе наш тюбик готов. Ием его стес Mỹ. Добавляем высоко. И вот так. Оcor realizаем. Уклик. 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 Продолжение следует...